еще одно интервью из города хабаровска я нахожусь в гостях у коллег торговой сети амбар и спар дальний восток рядом со мной сергей дудник основатель генеральный директор торговых сетей а также председатель независимой координационного совета союза независимых сетей россии сергей здравствуйте рада быть у вас уже успела посмотреть евроспар заглянула в амбар в амбаре не первый раз и соответственно для меня оставляет все-таки большое удивление как здесь дискаунтеры развиваются давайте буквально коротко такой блиц на тему сколько когда открылись подскажите вот ключевые цифры касаемо ваших сетей мы работаем не так давно мы молодая сеть седьмой год нам идет первый магазин открыли в декабре 2015 года в предыдущей рутки кризис открывались формата дискаунтер за это время мы открыли 26 дискаунтеров он вернее сейчас работает 26 дискаунтеров амбар и 11 супермаркетов спар 11 уже супермаркета спар так быстро ну да у нас стояла задача в прошлом году довести количество супермаркетов минимум до 10 мы задачи справились спар у нас молодой но для того чтобы он на регионе стал заметен как и в закупочной силой так и восприятие клиентам как вы посчитали что на регионах нашего присутствия необходимо минимум 10 магазинов и поэтому за второй год работы с этим форматом довели количество до такого вы знаете на самом деле ключевая история для меня мне непонятно как ценностные магазины вот такого формата как спар евро спорта делает так быстро потому что я вижу планомерное открытие магазина в других местах учитывая что команда в первую очередь за цель нацелена за последние годы было работать в дискаунтере вот новую задачу перед коллегами поставили такую непростую и самому было наверняка непросто вот все-таки чем-то пришлось пожертвовать при скорости конечно скорость в любой деятельности мне кажется приводит к жертвам конечно пришлось пожертвовать где-то мы в динамике развития дискаунтерного формата притормозили переложив часть усилий команды на открытие супермаркетов но нам нужно было довести предложение в спаре все-таки для приемлемого одним из фишек этого формата для нас является в том числе и импортный стм для того чтобы с ним работать там с тремя магазинами сложно обеспечивать полку этим продуктом который оказался довольно востребованного дальневосточных покупателей почему вы пошли в ценностный магазин знаете мы по мере развития дискаунтеров где-то на на год на третий работы четвертый четко ощутили особенно в хабаровске в домашнем для нас городе свободную нишу формате супермаркет средний размерный с торговым залом это 600 тысяч квадратных метров у нас практически отсутствует конкуренция в городе в этом формате ну и соответственно видя свободные ниши и видя развитие этого формата у наших друзей через союз независимых сетей прежде всего там спарка ленинград нам рекомендовали на этот формат посмотреть и мы прорабатываем на самом деле свой формат супермаркетах но сравнивая преимущество работы со спаром мы все-таки решили запустить этот формат свободно еще раз говорю нишу мы решили запустить со спаром вот если говорить про но на самом деле вы уже ответили на тот вопрос касаемо того что почему все таки не пошли свой формат да но я понимаю насколько ценностный формат этом сложнее насколько удобно работать с франшизой спар то слушать мне мне казалось будет сложнее если говорить про технику работы и выдерживание там каких-то стандартов которые мы мы обязаны выдержать по условиям лицензионного соглашения что касается лицензионных сторон с лицензионной административной стороны вопросов никаких проблем нет мы ощущаем поддержку и от международного офиса спар постоянно и даже в нынешнее время вот и от российского офиса поэтому в этом плане все хорошо уж коли у нас так и здорово пошло сразу сторону спара по поводу пространства ведь локация в данном случае крайне важно это одна из таких определяющих поездами мы посмотрели пару форматов ну пар магазинов точнее в один магазин названием евроспар я понимаю что там откровенно маленький по квадратным метрам вот такие вот компромиссы они позволительные в рамках франшизы ну посмотрите формат он может быть не жестко привязан к площади потому что мы знаем евроспар москве у медл волги который еще меньше площади и он крепкий хороший евроспар вы когда были на этом магазине который небольшая площадь там около 600 квадратов торговый зал но сравнивая с тем магазином которые у других были где 800 900 квадратный метр матрица практически одна и та же просто в маленьком магазине уже прохода то есть то предложение которое дается в большем размере она предлагается в более пространстве свободно с более широкими проходами вот там тележку но в компактный магазин мы уместили практически все то же самое поэтому мне кажется все таки когда вывеска дается здесь прежде всего речь о том объеме предложения сервиса который мы предлагаем а на том же магазине компактном вы станцию азиатской кухни видели и все станции готовой еды которые еще раз говорю присутствуют на большом евроспаре но я прилично понимаю что тот момент когда я была на маленьком магазине со мной была еще делегация коллег после конференции поэтому конечно там конечно там вам устроили суету и это была пятница там было откровенно тесно но мы это какой-то мере предполагали да но такой день у нас получился причем 11 11 22 давайте все-таки мы немножко посравниваем вот все таки у вас такой компактный опыт по времени да но очень большой вот количество скаю вы сказали довольно много искали в спаре но у вас еще очень нестандартно в этом плане амбары но смысле в том что они широким широкой матрицей для меня тоже это нестандартно потому что дискаунтер для меня это немножко другой в этом плане формат я уже поняла что дальневосточники предполагают что они должны быть широкий выбор сколько из каю в среднем у вас идет среднестатистическом скажем так формате амбара сколько в евроспаре какой средний чек вот такого плана показатель давайте попробуем посидеть ну да у нас были попытки сушки матрицы в дискаунтерах и практически всегда они разбивались недовольство покупателя все-таки мы работаем больше формате мягкого дискаунтера и маркетинг иногда это называет особенно в тот под формат который мы называем амбару дома экономичный супермаркет вот просто потому что в классическом понимании дискаунтера как нам там рассказывают немцы каким он должен быть дай вот или светофору в россии то мы конечно смотрится и порядка четырех 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 с половиной тысячи скаю не считая сезона и наута потому что сезонным и наутам это может доходить до 5000 мы как бы на больше похоже действительно какой-то там простенький супермаркет но в нашем же формате у конкурентов все больше матрицы поэтому мы здесь не самые раздутые на самом деле но вот такие цифры в амбаре что касается евроспара то мы здесь ориентируемся на цифру 10 до 12 тысяч скаю опять же связано сезонностью бывает иногда история с переформатирование каких-то категорий особенно в этом году с учетом изменений со стороны поставок вот он где-то болтаемся в цифрах на самом деле в супермаркете который среднем принято в россии что касается среднего чека в амбаре с учетом опять же наличие под формата тот который больше придомовой он там ближе к 600 рублям то соответственно тот который не придомовой куда надо ехать то он там достигает 1200 рублей но в среднем порядка 900 тысяч рублей то вспомнил обычный придомовой под 500 рублей но опять же у нас есть споры евроспоры из классический спорт торговым залом 4 в комсомольском амуре есть еще экспресс понятно что в экспрессе там 300 с копейками отдельный момент опять же про евроспор сегодня мы зашли магазин и еще удачно поговорили с вашим директором магазина очень такой активной какая роль отводится непосредственно на местах от вашему персоналу в части но скажем так вот она прямо конкретно обозначало что наша роль двигать товар да то есть на смысле двигать продажи то есть если дай бог что-то начинает задерживаться наша задача отследить чтобы мы могли там до продать оперативно вот вы насколько много свободы даете на местах вот в части таких вот активностей или все таки офис в первую очередь диктует в силу основную коммерческую политику и промо есть такая особенность человеческая сколько не давая полномочий еще мало готова людей взять эффективно реализовать поэтому даже если бы мы хотели дать больше свободы действия магазин директор и сотрудникам к сожалению немного готовы взять на себя ответственности что-то изобретать или это так в целом если говорить о картине реально который у нас происходит особенно в супермаркете тема соблюдения стандартов она критически важно плюс мы еще все-таки работаем с продуктами питания спар это магазине продуктов в магазине еды соответственно пищевая безопасность она не позволяет много вольности поэтому тема стандартизации соблюдения стандартов она утвержденных офисом она является для нас приоритетным поэтому ключевая задача директора магазина соблюдать стандарт но с учетом того что жизнь магазин на самом деле очень разнообразно и могут возникать разные непредвиденные ситуации внутри рабочего дня или внутри недели естественно директор магазина имеет определенную вольность при работе с мерчендайзингом при работе с кросс продажами естественно магазин может влиять в рамках установленных параметров там на закрытие штатных единиц тем более мы пользуемся гибким аутстаффингом где мы можем добирать людей на несколько часов смену мы этим активно пользуемся потому что в ритейле загрузка в течение недели неравномерно поэтому на самом деле задача директора магазина выполнить стандарты все которые приняты и при этом отреагировать на месте как профессионал где все семь если что-то сбоит то соответственно директор необходимо отреагировать и третий блок мы всегда приветствуем обратную связь директоров потому что с фронта с полей на самом деле идеи как сделать лучше они на на самое ценное но строго газе не ходите хожу только на открытие есть даже одна такая смешная история прошлой недели у нас на одном магазине сменился директор на спаре и были определенные сложности с на я смене директора еще с укомплитованностью магазина мы его недавно реконструировали ну кое-что меняли внутри магазина и я две или три недели назад приезжал в воскресенье давал обратную связь коллегам чтобы я бы доделал на чтобы обратил внимание вот и тут так случилось что они решили очень хорошо накрыть собственное производство воскресенье ожидая меня в очередной раз воскресенье там магазин сильно зависит от студентов которые в субботу воскресенье не учится и прилетела им то приличное списание по собственному производству вот по такой странной инициативе не ожидали воскресенье и почему-то хотели накрыть магазин для меня что для меня лично странно я обычно магазин приезжаю молча и стараюсь не светиться на самом деле мне сегодня как раз понравилось то что нежданно мы появились магазине евроспар и директор она увидела что мы со съемкой да я бы сказала что я приехала со съемкой и она такая ну хорошо пойдемте мне так порадовало то есть магазин готов принять в любой момент замечательно кстати вопрос о том что магазин должен быть готов вне зависимости от того приезжать журналист или там как начальник или нет потому что это ключевая задача покупателя же ждем здесь же дело еще и в том что с учетом того что мы живем последний народ лет восемь не в самой эмоционально разряженной обстановке для потребителя вот и мы когда обратную связь с покупателей берем особенно когда открывали новые евроспары нам давали обратную связь люди что так приятно прийти в такой супермаркет с какого-то не очень чистого подъезда еще откуда-то с такого места не очень красивого до заходишь светлое чистое приятное помещение что эмоциональное состояние становится лучше сейчас учетом конкуренции страны дискаунтеров супермаркет не совсем может конкурировать ценой поэтому мы конкурируем ценностями другими немножко это больше свежесть и как раз атмосферу мы пытаемся создать и придать эмоцию тому что мы делаем и соответственно это требует всегда готовность придать положительные эмоции поэтому магазин действительно должен быть готов всегда по поводу конкуренции все-таки конкуренции внутри у вас же получается вы там чуть-чуть как вдруг сам с собой конкурируете какие-то вещах у вас достаточно сильные партнеры рядом конкуренции которые действительно мультиформатные могут легко там где-то переезжать из действительно текущий момент закрыли максимально потребности миссии покупая покупательской для разного покупателя вот за семь лет что вы активно именно ритейлом занимаетесь вот какие-то ключевые изменения вы заметили вот именно с точки зрения конкурентности за семь лет рынок совсем другим стал за семь лет с того времени когда мы подумали о запуске розницы и запустились там все таки шесть половина там лет назад по нашим оценкам доля сетевых игроков в ритейле дальнего востока увеличилась более чем три раза если она там составляла боюсь ошибиться там порядка 20 процентов семь лет назад учитывая составляет там около 70 процентов доля сетевых игроков на регионах нашего присутствия хабаровском крае приморском крае вот естественно это приводит к тому что нам сложнее конкурировать за покупателя потому что сетевые игроки в целом чаще всего сильнее чем не сетевые остаются изнести сетевых самые сильные которые с уникальным предложением в уникальных локациях и все слабое умирает и замещают их как раз довольно сильные сетевые игроки у нас на регионе не так много осталось и их размер на данный момент таких игроков как самбери или рейми он впечатляет любого другого регионального игрока не просто для нашего региона с учетом населения если говорить дальний восток к нам присоединили часть забакали то соответственно 8 миллионов на весь регион извините там самбери и рейми со своими оборотами на уровне очень крупных сибирских игроков хотя там население кратно лучше плей про x5 должна спросить ожидайте ну слушайте мы видим что говорит x5 в рынке мы на самом деле с x5 с 2016 года периодическом диалоге потому что я лично знаком с некоторым их руководством поэтому да мы слышали о том что они планируют следующем году начать открывать готовитесь как-то особым образом особым ну прям сейчас вот прям особым образом нет но когда будет понятнее когда там открытие локация где будет у них первое открытие понятно мы будем за этим смотреть и мы к открытию любого конкурента готовимся поэтому для нас привычную историю о каких-то нестандартных ситуациях найти все может быть про конце конкуренции то поговорили но если мы говорим нестандартной ситуации который случается каждый день вот самый нестандартный момент который мог бы произойти и такого никогда бы вы не ждали нестандартная ситуация для нашего региона это последние 10 лет было несколько циклов наводнений которые серьезно топили город вплоть до ожидания эвакуации города были и так как мы все-таки живем рядом с природой по результатам наводнения у нас животные и дикие стали заходить в город и в один из моментов к нам там в двери одного из магазинов постучался медведь даже попытался зайти с кое-какими там разрушениями вот это наверно такая яркая нестандартная ситуация потому что понятно что там дальний восток бывает жителями центральных регионов восприниматься как и что у нас медведи это вообще в принципе обыденность хотя в глубинке нашего региона действительно если есть проблемы с пропитанием медведи заходят в поселке там в деревне и мусорки дербанят я сам родился и вырос на севере сахалина и мы практически каждую зиму эту историю наблюдать причем это без последствий для людей просто не там покушали и ушли то как бы для хабаровского как для крупного мегаполиса на регионе это конечно необычно там помимо нашего магазина там кабаны бегали по городу это наверно нестандартной ситуации таких гостей мы обычно не ждем это было не в нерабочем время сложно ожидать что к тебе но на камеру запечатлено там много было видео на городе шума несколько лет назад но можно поискать и дом погубить вопрос о том зачем марита экспедиция приезжает в том числе и до таких интересных моментов самом деле вот сейчас проехав такое количество городов наблюдая вот эту концентрацию ритейла вот сейчас вот в рамках наших съемок ты понимаешь на ну я в лишь понимаю насколько мы разнообразны вот вы когда вы создавали свой отел на кого вы опирали вот я понимаю что по спару в том числе там подглядывали на спар калининград а кто для вас является некой опоры в части части дискаунтера на кого в первую очередь ориентируйтесь когда вы задумываете изменения какие-то магазин если какой-то конкретный пример она сборный образ да я думаю что это сборный образ нашего восприятия что нужно нашему покупателю нет такого что мы бы рисовали себя с кого-то единственное что может быть на старте амбара с учетом формата дискаунтера которому стартовались все-таки более как жесткий мы смотрели базово на светофор но мы были сильно чище понятнее опрятнее но светофор за это время все-таки немножко изменился и стал почище по и понятнее по опрятнее чем он был там семь лет назад вот а дальше мы уже шли каким-то своим путем смотря на то что происходит на рынке не только нашим мы активно смотрим то что происходит в россии даже иногда за рубежом смотрим на то что нужно покупать но все-таки главное что на регионе нужно покупать про покупатели вот покупатель амбара покупатель спара а вас есть правиль программа лояльности спарим и запускаем через местность 8 неделю а как-то вы видите что перетекает покупатель или это абсолютно разные люди которые ходят или туда или туда мы не настолько плотно представлены в городе чтобы стоять дверь и дверь там своими форматами двумя но мы знаем что наш покупатель спаре ходит в том числе дискаунтера как бы этот переток для нас не необычен потому что мы вообще в принципе наблюдаем что покупатель с учетом опять же непростых времен для потребителя в части доходов он готов ходить больше и чаще в разные магазины поэтому перетоки происходит да и они на данный момент они растут а амбар мягкий дискаунтер вот заглянули сегодня есть пекарни почему потому что мы для себя поняли что эта вещь первая для нас экономически эффективно а самое главное она нужна покупателя если вы смотрите на дискаунтеры тима фреш развивается и в дискаунтерах в том числе хлеб одна из ключевых категорий для свежего продукта и мы мало где можем найти поставщика хлеба который мог бы обеспечить достаточно уровень восприятия свежести продуктов хлебе в городах нашего присутствия экспериментируя с пекарнями полного цикла на месте понятно что дискаунтерного формат до условно полного цикла от теста или заморозка будет тесто работаете ухо да ну это же сложно мы прям нестандартные да ну что делать ну там короткая матрица простые процессы небольшая площадь ну насколько я знаю погружаясь темы собственного производства регулярно на наших конференциях я знаю что основная сложность выпить одинаковые хлеба на разных точках да еще раз говорю там короткая матрица только из хитов почте снижилась порядка 16 квадратных метров все очень компактно процессы простые оборудование в эргономика рабочих мест удобно вот это все позволяет получить стабильного качества хиты в продукции в хлебе и в хлебной мелкоштучке а второй на заморозке смотрите пробовали опыт неудачный нас не устраивает качество той заморозки которого получаем до сих пор сами мы производим невздобную продукцию удобно еще хотим делаем заморозку на там самсы получается что к покупателю это нет поставщику у вас есть запрос на качественную заморозку да а вообще если к поставщику обратиться чего сейчас явно вам не хватает для того чтобы ну вот ассортимент был максимально у вас и так он широкий да ну вот может быть какую-то еще категорию товаров вы ждете чтобы пришел на дальний восток но с учетом того что на дальнем востоке производства продуктов питания местно по сравнению с сибирским регионам или европейской части россии развиты довольно слабо нам остро не хватает прошивая местно то есть в этом плане начинают овощей которых нам не хватает молока нам не хватает мясо нам не хватает кроме свинины потому что последнее запустились крупный проект в приморье в принципе не покрывает потребностей или свинина я прям увидела на полках да 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 а вот курица охлаждена не хватает дефицит говядина охлаждена местной нет баранины нет свежего мяса тоже кстати вот сейчас когда вы это все произнесли я поняла что да за это время что я здесь накажусь свинины я видела много курицу я бить дела упакованную не хватает да касаемо каких-то специальных проектов с поставщиками если что-то такое что вместе вы делаете ассоциации там с учетом того что пищевой промышленности у нас и так немного к удивлению могу сказать что и тем кто присутствует на регионе чаще всего не просто по разным причинам но так как мы заинтересованы в том чтобы местный производитель роз развивался у у нас был проект с нашим министерством сельского хозяйства и он тогда еще и торговлю курировал мы делали школу агропоставщика на базе нашего офиса где специалисты роспотребнадзора россельхознадзор если не ошибаюсь ветеринары и с нашей стороны юристы и коммерсанты учили местных небольших производителей давать ценностное предложение для сети потому что часто производители не знают как правильно представить продукцию начинают упаковки фасовки потребительских свойств товара вкусовых свойств товара то есть сырье базово там есть допустим фермера есть молоко а что вот с ним сделать во что его разлить либо во что его переработать чтобы она была актуальна для полки для потребителя мы об этом рассказываем и второй блок юридически важны потому что часто для мелких производителей договор поставки такая какая-то эфемерная немножко вещь либо это что-то на одном листочке и это отдельно мы знаем о том что договор поставки сети это сложный документ на самом деле мы готовы для местных производителей небольших упростить но как сеть мы имеем обязательства перед органами государственными по безопасности пищевой продукции что сопровождается определенными документами которые не у всех есть производителей небольших которые к нам хотят зайти вот вторая история у нас есть ответственность перед потребителем за безопасности этой продукции помимо государственного органа прежде всего для потребителей третий блок ставя какую-то продукцию на полку мы вызываем у потребителя привыкание к продукту то есть если продукт устраивает потребителя он к нему привыкает и он рассчитывает что каждый приход в магазин он увидит и когда он его не видит он сильно расстраивается и теряет лояльность прежде всего к нам они к производителю поэтому для сети критически важно цикличность поставок и прогнозируем чтобы она была выполнена контрагентом к сожалению мелкие производители говорят ну сегодня не привез в чем в этом страшно для нас это страшно естественно мы об этом тоже рассказывали и это как бы где-то давала какое-то определенное прозрение производителям которые чаще всего просто говорят что сети плохие а что такое плохие ну как бы почему сети плохие в кавычках да мы вот на этом мероприятии рассказы это был цикл встреч по результатам которую ну как мы считаем получили эффект есть второй блок работы с местными производителями у них тут появилась недавно ассоциация и мы участвуем в проработке продукции местного производителя типа как покупать свое условно если ошибаюсь называется выбирай свое вот мы сейчас совместно с правительством хабаровского края вот с ассоциацией мы как сеть первую участвуем в этой истории на нависе со стороны сетей в эту историю толкаем в рамках поддержки именно этой ассоциации для того чтобы запустить этот знак местных производителей у самбери есть там отдельный проект они не с чиновниками ассоциациями делали они там запустили проект сделан на дальнем востоке несколько лет назад где они как бы свою механику развития местного поставщика делали мы вот пошли с партнерством с ассоциацией если не ошибаюсь где-то кстати в конце ноября будет официально да я уже про этот вот услышала как раз на конференции мы уже эту тему поднимали вместе с вашим коллегой и это здорово с одной стороны с другой стороны как раз отметила что гуляя по магазинам я мало где видела выделенный продукт местного производителя смысла вот то что это где-то здесь сделано для меня это немножко удивило ровно потому что в других местах такие проекты уже нашла этот вопрос о том что иногда вот какие-то инициативы до вас только докатывается да но вот на тему фермерских и вот таких вот каких-то уникальных вещей могу вам отметить что неоднократно мы сталкивались тем чтобы увидели пустые полки там где явно выделено под фермеров и это конечно удручает самое то интересное что когда-то вместе с коллегами мы гуляем по магазину это вроде бы хотелось этим проектом как-то ну и показать его как-то вот продемонстрировать а демонстрировать то нечего и в данном случае однозначен вопрос не критеру а к производителю кстати здесь я уже заметила не буду говорить как в магазине там была выделена тема тема фермерская продукция и я вижу что треть отведено третий явно ассортимент фермерский две трети не фермерские и почему-то в данном случае у меня ощущение что просто элементарно не хватило продукции фермерской да ну я даже добавлю у нас в спаре при птичей к этой истории с совместного проекта с ассоциацией с правительством у нас есть внутренний проект выделение местных продуктов называется локал локал вы до романа можете спросить он вам покажет как мы это делаем вот если надо потом эти материалы можете выставить локал местные ну как бы так сеть с иностранной вывеской да с иностранными буквами мы как бы вот эту историю где-то сопровождаем внутри магазина но мы дублируем название как местные где мы прямо на продукции местного производителя рядом ставим выделители они бордового цвета их видно мы туда вставляем фотографию производителя и напишем они сделал здорово да мария там такая то она производит это пирожное и цитата человека почему он это делает или почему-то это прямо гордится продуктом но вы правильно заметили к сожалению мы видим острую нехватку таких людей которые на месте готовы производить и соответствовать опять же требования сетевого игрока в части стабильности поставок хотя мы готовы их заводить там на ограниченное количество магазинов не перегибать с требованием поставок на всю сеть то есть можно там работать ограничено но к сожалению есть сложности кстати дополнительных сложностей добавили сложности с поставками кое-каких сырьевых компонентов в этом году и мы на дальнем востоке к сожалению наблюдаем отток населения и он продолжается и уезжает довольно приличное количество как раз представители малого и среднего бизнеса как раз вот таких вот местных поставщиков в том числе ну да просто такое слышать но факт есть факт с этим фактом вам приходится работать правильно я понимаю что ваш холдинг вот из которого скажем пошел ритейл у вас оптовое направление было сильно входит еще и производители вот у нас есть информация о том что молочное рыбное направление вот вы сказали что молочки не хватает то есть вы даже имея свое производственное направление связано с молочным производством все равно не можете обеспечить нет не можем потому что элементарно не хватает молока как сырья сырья не хватает а с рыбы как недалеко от рыбного как бы от моря ну мы знаем о том что львиная доля того что в море добывается на экспортировать знаете и в этом плане тем удивительнее было на конференции стал один очень в финале уже сессии вопросов ответа стала представители рыбной компании говоря о том что ей трудно встать с рыбой в сеть рыбники немножко наверное не договаривают что сети нужны большей частью для того чтобы слить то что они не смогли слить на экспорт к сожалению мы на данный момент не видим как раз вот то есть стабильности в полке внятного ценообразования которые привычны для сетевой торговли у нас предполагает как какой-то слив к сожалению это из года в год продолжается и есть небольшие попытки некоторых крупных предприятий рыбодобытчиков все-таки оставлять какие-то квоты независимо от конъюнктуру экспортной оставлять на регулярной поставки внутри стране то дальновидный шаг на самом деле уж мы видим что происходило в каид мы видим что в этом году происходит с понятиями дружественные страны сложностями с экспортом туда и те кто это предусмотрели и начали все-таки работать сетевой торговлю поставляют круглый год делая закладки под сети на данный момент и до сих пор большую часть рыбы как сырья сети закладывают сами своими силами это инвестиции в товар и это приличные деньги для сетей и в данном случае как бы если производитель готов делать закладку по прозрачной цене прогнозируемой цене вернее подтверждая объемы и выполняя объем в том качестве которое заявлено что извините рыба рыба рознь тот же ментай 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 рознь да помимо того что он там с головой без головы потрошенными потрошенный держащий размер вот которому тоже потребитель привыкает сегодня получил пятнашку-то мелкую да а завтра мы предлагали жили 40 40 размер ментай но он просто разный и он и в кухне он используется по-разному поэтому да и стандартный продукт по более-менее понятной цене уж давайте помнить сырая рыба это биржи и биржевой товар биржи это как-то между картошка немытая обычная воловая как в бене вот насыпана примерно то же самое это сырая рыба и это не простой продукт если производители добытчики все-таки выделят какой-то кусок и смогут играть по тем правилам рынка который не биржевой то соответственно нас рыбная полка станет более понятны для потребителя сети то не против еще раз сети не добывают сети не дают этот продукт в полку они ищут партнеров которые смогут быть прозрачными и прогнозируемо год назад мы на одной из конференции на world food кстати партнером наших эфиров вас сейчас выступает уже выставка world food мы как раз говорили на тему рыбы и вот коллеги из командора как разделились они закладывали большую вот делать большие закладки рыбы и категория не сильно потянули в качестве продаж ровно потому что вот эта стабильность уже была обеспечена вообще на самом деле а этот белок вот этот животный белок вот рыба да она начинает реально потихонечку вымываться из потребительской корзины покупателей и это конечно нехорошо мы это от как мы отучаем покупателя от этого продукта сами потом будем страдать это факт конечно я с вами абсолютно согласен потому что мы как потребители в своих предпочтениях продуктов питания большей части инертны мы готовы быть экспериментаторы могут на такой кусочек большей части мы едим то что мы привыкли есть и почему у нас возбуждает история когда гречка на какой-то период там на месяц подорожала потому что мы каким-то как в какой-то своем куске корзины привыкли есть гречку и просто так комфортненько взять и в момент заменить но как бы это больно большей части наших потребителей конечно для того чтобы рыба развивалась он кстати государство часто говорит о том что мы недостаточно едем рыбу мы действительно по статистике и по рекомендации врачей в целом потребитель в россии в том числе на дальнем востоке есть недостаточное количество рыбы и причина это меня является на то что сети не хотят рыбу стоит причина является то что все эти канал поставок нестабилен я могу так сказать в этом году я даже категорию рыбы на world food не подсвечивала ровно потому что я не нашла ну как у меня же должно быть ритейлер должен быть заинтересован в этой теме производитель должен быть заинтересован теме и должны появиться какие-то вопросы не только от ритейлер но и производитель у меня производители вопросов не было потому что никто вообще не захотел как бы мне ответить на моего ну вот просто даже вот попытаться покоммуницировать потому что действительно не просто не активно своей тематики это для меня кстати справедливости ради могу сказать что в этом году у нас в рамках работы в союзе независимых сетей ведется наверное с весны плотный диалог с русской рыбной компанией по поводу того чтобы все-таки сформировать по ментаю как базовой рыбе понятную процедуру снабжения сетей федеральном масштабе а так как союз независимых сетей представляет из себя там несколько десятков сетей от калининграда до кальчатки то соответственно мы как бы в этом проекте участвуем для того чтобы выступить там базисом для того чтобы вот эту договоренность крупным российским производителям реализовать как регулярный продукт и чиновники эту историю поддерживают надеюсь этот пилот запустится и ну как получится обязательно поделимся да но на самом деле это будет интересно посмотреть как же это все в итоге устроил про логистику должна спросить самый дальний у вас объекты от хабаровска это какой объект какой город находка дискорбургского края 900 километров это самый дальний алгоритм но если говорить на по северу мой самый северный это комсомольск на море это хабаровска наверх 400 километров по дороге и на юг от хабаровска 900 километров до находки если взять северную и южную точку то расстояние получается суммиром 1300 у вас территориально rc склады они получаются сейчас на нас доставка идет отсюда из хабаровской или приходится не не знаю там той же находки например там набивать на 45 суток но у нас ключевой срц в хабаровске уж хабаровск в принципе для дальнего востока это ключевой логистический центр исходя из местоположения города на дальнем востоке и 2 rc который приличную функцию кроссдока несет есть в уссурийске это наверное главная логистическая точка в приморском крае если ты работаешь по всему приморскому краю она удобнее чем там артема владивосток для снабжения региона так как мы присутствуем в районных центрах приморского края то 2 rc у нас в городе уссурийске ну и соответственно у нас есть перетоки между двумя рц периодически но по ключевым позициям и для поставщиков если поставка для приморского магазина то она поставщиком осуществляется для распределения на рц в уссурийске не централизована у вас поставки у вас так и то и другое то есть и вы и своими машинами и и вообще у вас свои машины и свои и не вот получается что нет такой задачи что все обязательно привести на рц и потом развести или глубиной принять вернее дуром принять решение является экономик мы как приличная сеть для нашего региона присутствия мы много что везем сами центральной части страны сибирского региона у нас даже есть ряд федеральных контрактов вот и часть продукции мы везем давая услугу тем поставщикам которым наши услуги рц выгоднее чем возить самому на географии нашего присутствия ну и опять же говорю здесь принятие решения происходит поставщиком ему давидаем тариф он смотрит где как вести естественно мы стараемся централизацию наращивать просто потому что мы понимаем что то выгодно на самом деле до поставщика сожалению до сих пор у нас на регионе не все поставщики могут правильно разделить свою логистику и логистику для работы с сетью через рц и мы где-то вынуждены даже учить об этом и акцентировать внимание что все-таки с развитием сетевой торговли логистика через рц даже с оплатой за эти услуги она выгоднее на этого большей частью люди на этого соглашаются в столице ритейлеры все как один говорят о нехватке персонала особенно к водящего ну и линейного тоже не меньшей степени вы сейчас говорить о том что вас идет отток людей отсюда из региона как вы можете обозначить вот особенно запасли вот именно вот с момента как вы начали его сейчас как поменялось как поменялся ну с учетом того что ритейл это услуга и она строится на людях понятно что у нас проблема с укомплектованностью она наверно вечная кадры решают все это говорили это классики нашего управления нашей страны вот на лету осенью этого года проблема усугубилась вот мы сейчас вроде бы как уже вышли в зеленую зону где-то как месяц и процент укомплектованностью улучшается но проблема с людьми становится остается сложной всегда и это касается и управляющей компании причем кстати мы в том числе являемся подпиткой западных сетей потому что тот отток персонала который уезжает с наших управляющих компаний в подавляющем большинстве людей идут с нашим опытом полученным у нас компания идут в сетевые компании европейской части россии что касается линейного персонала там ключевой нара проблема является том что зарплата в торговле невысокий особенно в линейном ну то есть так экономика сложена что торговля всегда не было высокооплачиваемая работа труд тяжелый но не очень высокооплачиваемый соответственно за людей не можем драться рубля и поэтому приходится разными способами до выкручиваться придумывать разные в том числе механики нематериальной мотивации людей например например до устраиваем конкурс лучших кассиров регулярно других позиций линейного персонала где происходит материальное поощрение активно вовлекаем опытных сотрудников программы наставничество мы за это платим мы платим нашим сотрудникам за привлечение друзей на работу мы выбиваем все время под наших лучших сотрудников поощрения со стороны государственных органов виде знаков почетный работник торговли благодарственная грамот и так далее это в дальнейшем на что-то влияет то качестве или это просто вот знак но если дойти до знака почетную траву губотник торговли российской федерации это предполагает определенный год не очень большие но на самом деле тому человеку который может там 10 лет трудиться в торговле это все-таки признание и в нашей жизни это важно для большинства людей дальше у нас есть социальные программы где мы тем людям которые работают в компании допустим там дольше полугода или года оплачены дмс например там те кто помоложе там оплачен половину дмс если работают дольше оплачен весь дмс это тоже как бы социальная то есть длительность поддержка то есть люди чувствуют что у нас есть социальная программа которая удерживает людей но и у нас есть внутри должности грейды и соответственно с опытом и сдачи определенных экзаменов грейд позволяет зарабатывать больше чем люди меньшего грейда условно там специалист 1 2 или высшей категории это люди знают конечно ну то есть как бы друг дружку зарплату знают ну по локационно у нас зарплат у нас в сети зарплаты не одинаково я не уверен что друг дружки то между городами зарплату знают но люди знают что если он отработает год на своей позиции он получит доплату к стандартному окладу вот но если оклад допустим с учетом инфляция растет доплата она просто всегда все равно будет идти плюсом то есть работать в компании материальном плане длительный период выгоднее чем работать короткий период время касаемо длинных отпусков дальнего с каком сам по себе с более длинными отпусками чем европейская часть россии и я просто об этом как раз петропавловск-камчатскому зад призадумалась есть понять еще и крайнего севера где еще апгрейд еще раз вы до сюда ты плюс еще плюс восемь там где или 16 и это что надо целиком отдать конечно не как здесь мне как работодателю сложно ну что делать причем мы все-таки стараемся где-то извиняюсь выпинывать людей в отпуск 6 трудоголики которые говорят не буду мы как бы в данном случае просим людей отгуливать отпуск дальневосточного отпуск для некоторых коллег длинноват и нам законодательство позволяет компенсировать вот эту дальневосточную надбавку мы говорим базовый хотя бы отпуск от гуляй а надбавку мы тебе компенсируем вспомнила про отпуск вспомнила про то что как раз коллеги из других городов обозначили что в этом году дальний восток ощутил явный приток туристов вы как-то в своих магазинах это увидели это как-то отразилось на продаже нет хабаровск если и приток туристов хабаровск произошел то люди чаще всего прилетая входу по моему мнению прилетая хабаровск сразу транзитом и едут на природу шантарские острова знаменитые баровском крае друг другие достопримечательности туристы в хабаровске как в городе не задерживаться надолго то есть сам по себе хабаровск объектом там недельного местонахождения тысяч туристов не является владивостока это влияние было еще когда азиатские туристы приезжали масса чего сейчас не особо наблюдается после к вида вот владивосток мне кажется до к вида это явно видел выкача в центре города и со специфическим потреблением мы как продуктовый ритейл в городе хабаровске с населением 600 тысяч населения туристов нещего но для той же камчатки это ощутимее чем у нас для того же южно-сахалинска где нужно там туризм развит зимой и город на самом деле небольшой порядке сам удивительно 170 180 тысяч населения да для них как бы там несколько тысяч одновременно лыжников это может быть ощутимо еще раз говорю курорт в черте города для хабаровска конкретно нет такого влияния как видит калининград вы человек который в союзе независимых сетей достаточно сейчас активную позицию занимаете до председатель кондиционного совета и насколько я знаю вы достаточно много историй про технологии доведете вот что для вас технологии вот именно как для сети и в какие проекты вы сейчас в первую очередь именно со стороны технологии в в первую очередь вкладываетесь подкасты с вам служение я увидела у вас на магазинах да что еще такого важного обязательно нужно внедрить чтобы быть сетью современной ну как раз вот возвращаясь к вопросу дефицита персонала и даже не просто дефицит у персонала дефициту квалифицированного персонала мы плотно работаем с процессом автоматизации труда во фронте в линейном персонале это касается ведение учета рабочего времени такая касается проведения там мониторинга в контроля движения товара на полке товары без движения либо отслеживание как работают хиты для этого существует специальный набор программ которые помогают подсказывают работникам на месте проводить определенные операции и в то же время с центрального офиса контролировать их выполнение вообще мы на самом деле небольшая региональная сеть в части технологичности я считаю что мы довольно продвинуты ну потому что это позволяет компенсировать дефицит квалифицированных кадров ну вот партнером всех наших активностей так или иначе выступает фирма одинесси желание в том числе подсвечивать все проекты которые сейчас ретел развивает вот вы работаете на одинессе могли бы как-то цели себя обозначить там выбор этой программы для вас он комфортно удобен внутри партнерами пользуетесь как у вас устроен ну у нас учетная система в рознице на базе 1с астор сложностью является для нас прежде всего не очень стих поддержки просто потому что мы в сильно другом часовом поясе и нам 7-часовая разница от москвы часто мешает получить полноценный дневной цикл техподдержки прям вопрос больной но само качество софта у нас не вызывает серьезных нареканий есть вопрос только иногда в задержке релизов по обновлениям которые нам государства подкидывать через все в рамках маркировок там я за это отдельно опять же есть вторая история мы же видим то что к сожалению сами производители софта вовремя не получают стороны государства правильные вводные для того чтобы релизовать ну да мы все-таки пытаясь быть в диалоге стараемся не строить диалог с партнерами на обвинениях мы пытаемся вместе выходить из истории ну а вторая история у нас опты логистика на erp здесь мы чувствуем все-таки нехватку квалифицированных программистов потому что для любой компании мы являемся среднем тире крупным для региона крупным в целом в рамках там иерархии бизнеса в россии мы оцениваемся как средний бизнес и естественно на большом нашем разнообразном количестве процессов нам постоянно требуются доработки и нам неким дорабатывать и мы аутсорсинг привлекаем в том числе московский осталось несколько вопросов будем уже завершать если мы говорим про а кстати к вопросу мы так про технологии про персонал в магазины без продавцов уверите нет не аргументируйте я про наш регион говорю за синины мне нужны возможно ну вот пока на ближайшие пять лет на уровне хайпа с жутко высокой долей плотности населения типа москва сити но эти вещи еще могут работать верю в как реализованность не верю в части экономики потому что там еще много что нужно до крови докручивать в части процессов слаженности процессов ну и самое главное там я пока не вижу достаточно экономик еще про экономик онлайн канал чуть-чуть прокомментируйте что у вас как во что точно вкладываетесь во что считаете не нужно вкладывать ну опять же повторюсь мы живем в регионе с очень низкой плотностью населения у нас от районного центра к районному центру с населением 10 тысяч человек в среднем 100 километров вот ну и сам город хабаровск растянут он с низкой плотностью населения отсюда все вещи связаны с экспресс доставкой они ломаются экономически потому что экспресс доставки нужна высокая плотность заказов на ограниченной площади мы даже пару лет назад читали проекции яндекс лавка и понимая что он будет минусовать какое-то время могут так и не могли нащупать точку когда все-таки произойдет но со сбермаркетом и работаем это все-таки не экспресс доставка в классическом виде по по модели самоката и лавки дам с ним работаем по чесноку мне кажется не зарабатываем не мы не они вот но в рамках развития рынка и опять же удобства сервису покупателя потому что мы видим лояльность к этому сервису большей частью женского пола которым тяжело что-то носить до виде там пакетов и это удобно элементарно да поэтому я думаю что задача нас у нас как бизнеса по мере развития этого канала уже найти экономику для себя и для наших партнеров но в целом мы работа со сбермаркетом довольно замечательно что касаемо союза независимости россии нельзя все-таки не задать конкретно это вопрос вы не очень давно стали вот именно такой владящей должностью но какие проекты приоритетные сейчас вы двигаете на уровне этой организации его что обязательно верите к чему нужно обязательно прийти во первых мы вообще в союз вступили там через год после того как появились как сеть довольно оперативно да и влились в команду членов союза давно вот и я по складу характера часто занимаю активную общественную позицию и соответственно мне интересно было посмотреть как выглядит отраслевое объединение единственное отраслевое объединение в российской федерации для продуктового оригинального ритейла вот по поводу моей позиции я все-таки не называл ее руководящей что у нас организация общественная и я просто выбран членами союза как фигура там председательствующая управлять органе да наверное на мне это больше ответственности и временных затрат на коммуникацию там с представителями государственных органов и других членов союза либо будущих наших партнеров вот теперь по поводу задач самого союза ну я считаю что у любой отрасли которая на рынке заметно должно быть объединенность в части при общих интересов представление общих интересов все-таки региональный ритейл в россии жив он составляет приличную долю товарооборота в стране и это серьезная сила и в части количества персонала и социальной нагрузки вот важность продуктовых магазинов мы увидели в тот же к вид в очередной раз да да это очень сильно подсветило ну и плюс страна у нас большая логистика сложная и здесь как бы опять же здоровье продуктовых сетей оно важно потому что у нас может что-то на баме случится или на транссибе да там какой-нибудь сход поезда и появится дефицит какого-то продукта на регионе и извиняюсь за ружение ропщик да ну потому что нужны продукты вот и поэтому работают и считаю важной и для себя лично просто как собственника и как человека нам удается много на самом деле что сделать для страны в этом плане но важный пример это когда президент в рамках президент страны в рамках действий по стабилизации цен на сахар и на подсолнечное масло выдал предложение установить единого оптовую единую розничную цену вот и в рамках обсуждения механизма запуска этого предложения президента именно мы как союз выступили доказателем того что для удаленных регионов россии необходимо применить логистический коэффициент это докрутка из благо нас федерального область органы власти услышали и это позволило устранить там огрехи решения в рамках нашей большой страны как условно это предлагалось за 30 рублей за килограмм сахара 46 но сарова розничная цена и на каждом регионе были произведены расчеты с центров производства насколько логистика удорожает сахар для удаленных регионов ну как раньше же пояса это это по принципу наверно поясов как было советское время исходя из удаленности именно мы выступили инициатором этого решения и она была реализована это повлияло на весь ритейл в нашей стране которые находятся там более чем тысячи километров от центр производства сахара потому что пошли уже коэффициент вот так же мы активно работаем с мониторингом ситуации на социальные продукты мы ощущаем что иногда происходят попытки каких-то картельных сговоров на уровне производителей мы мониторим ситуацию общаемся с федеральным нашим регулятором министерством промышленности и торговли и считаем что местами эти мониторинги приводят к тому что на рынке происходят корректировки в сторону все-таки более правильной цены для потребителей и это тоже очень важная работа союза и она не только для членов союза в целом для страны важно вот сейчас мы очень рассчитываем на отклик федерального опять же центра на тему возвращение льготного тарифа на эквайринг и превращение его как регулярно потому что честно говоря мы не понимаем почему ставки должны вернуться к старым когда виза операторы и мастер-карт присутствовали в нашей стране сейчас их нет а ставки вернулись к старым мы считаем это неправильно с учетом роста безналичных расчетов в ритейле то очень серьезная нагрузка для нас но при этом разрыв ставки которая работает в федеральном ритейле и в региональном ритейле она местами кратная и это серьезные транзакционные издержки для нас которые не позволяют нам держать уровень цен там допустим на уровне федералов вы же роль и польши больше здесь 5 здесь федералов еще но в этом и дороге федерал вот скажем вот федералов наше представление еще и ну нет глобальных да получается вы мелковатый банки рассматривают нас как отдельных игроков с маленьким оборотом по сравнению с федеральным центром поэтому мы сейчас на данный момент хотим объединиться как федеральный игрок сказать давайте-ка для союза может быть подумаем о том тарифе который был бы приближен к федеральному потому что мы все-таки объединение ну потому что опять же федеральный игрок работая в разных регионах воспринимается как отдельный магазин покупателя и отдельный магазин для местных производителей до условно региональная сеть с головой в москве поэтому я считаю что такие разрывы несправедливы их необходимо устранять мы ведем в этом плане вот лица союза диалог с федеральными органами исполнительного расти и с центральным банком также я вот привел пример диалога с крупным добычкам рыбы и такую работу мы будем продолжать потому что все-таки у нас союз входит там больше пяти тысяч магазинов и сотни тысяч людей у нас работают и мы являемся серьезным канал для того чтобы в рамках централизации оптимизации с бытовой политики по социальным прежде всего продуктом объединяться для того чтобы давать лучшее предложение для нашего потребителя тем более сейчас становится важно потому что ну как бы потребитель считает деньги сейчас понимательные чем там вчера или позавчера уже финальный самый вопрос я понимаю что мы прям активно и много говорим очень большое спасибо за то что столько отвечаете как целом вы сейчас оценивать рисунок российского ритейла по вашему чему ему не достает и за что вы я наградусь как покупатель как вы говорите в оценке рынка российского ритейла он очень развит то есть активно ездит в том числе по мир я вижу что ритейл нашей стране выглядит достойно и я бы здесь кстати там сильный регион это не делил и отсутствие федеральных игроков кроме светофора и доброценно у нас на регион фикс прайс кстати сейчас продукт уже плотно сидит не говорит о том что у нас там какой-то неинтересный ритейл на дальнем востоке у нас везде интересно в россии поэтому в целом ритейл у нас хорошо развит это связано все-таки с тем что рынок конкурентный конкуренция ведет к тому что качество предложения должно расти и расти и расти как-то и несколько лет назад узнал что это не анекдот что одни британские ученые посчитали что ритейл входит в топ-3 самых инновационных отраслей экономики с космонавтикой и биотехнологиям скорость изменения в ритейла высокая и изменения чаще всего они на пользу покупателя идут и ритейл за несколько лет буквально преображается очень сильно если мы посмотрим там магазины 5 или 10 лет назад да то это просто другие магазины и другой рынок когда мы посмотрим ландшафт постоянно происходит либо консолидации либо появление новых проектов и изменения проекта мы некоторые проекты которые видели в одном виде там 10 лет назад вот тоже fix price и сегодня но в структуре их продажи в логике их ценностного предложения происходит тектонический рынок поэтому рынок живой в рынок по миру очень для мира он очень развито выглядит и я считаю что непростой рынок для игроков которые на нем работают вот вы как владелец сети вы как человек очень активно бизнесе вы очень сильно вовлечены в операционный процесс сейчас к моему сожалению и сожалению моей семьи в части моего личного времени да я очень глубоко погружен в операционный процесс но вы как-то хотите из этого выходить вот как вот свой настрой видите в этом плане я думаю любой собственный критеревского бизнеса хочет выйти за операционки но каждый раз пытаясь выйти нам неправильно говорю не каждый раз очень часто пытаясь из нее выйти натыкается на то что без него некоторые процессы начинают сильно кривить поэтому можно пробовать отходить от операционки но регулярный контроль необходим может быть просто более редки вот но глубокая экспертиза в тебе должна быть глубокое понимание на кончиках пальцев что такое ритейл и по каким там реперным точкам ты должен наследовать отслеживать здоровье своего хозяйства рабочего да вот вот эти вещи они любому собственнику необходимы общественная деятельность которой вы занимаетесь в рамках союза независимых сетей понятно а видите ли вы на местном регионе на местном рынке какой-то общественной деятельности вызывают же днс некий для меня примеру сейчас появляется когда там жилье начинает строить какие-то парки строить ну вот различные выводит в эту историю какую-то видеть себе себя делаете что-то или хотите делать да мы постоянно участвуем в каких-то проектах но в социальных мы где-то работаем с поддержкой социальных вещей регулярно в празднике у нас есть регулярная поддержка детской спортивной школы приют на бездомных животных есть проекты в которые мы входим разово вот где-то лично я как просто человек вот мы сейчас работаем допустим я лично как человек работаю с другими региональными бизнесменами с хабаровская благовещенская у нас там пилотный проект с старшими выпускниками детских домов где мы готовим к выходу взрослую жизнь помогаем с профориентацией давая им как бизнесмены профессиональный навык на котором может заработать учим их финансовой грамотности специалистами даем физические привычки привить к себе и как вишенка на торте всего этого в диалоге с ними мы придаем им уверенности и где-то их направляем его расслужить потому что на данный момент я считаю что система не дает им вот того зрелого взгляда на взрослую жизнь самостоятельно мы пытаемся эту историю поправить своими силами пилот проходит посмотрит как вот он сейчас проходит ему на следующей неделе будем подводить его итоги и если все будет успешно я уверен что будет все успешно по ходу проекта мы видим очень хороший отлик от детей мы будем через опять же наши общественные организации и контакты в других бизнес и обществах рекомендовать его пилотировать нашу страну и финальный планы и фокусы на ближайшее время у нас все как один говорят на 10 минут только плана рисую но все-таки мы с вами в большом процессе задействованы как вы видите ближайшие развитие сети год-два-три может быть и один такой вопрос на тему может быть кто-то придет и вы захотите расстаться с этим бизнесом ну я не буду здесь слишком оригинальным и я все-таки скажу что горизонты планирования у нас сильно с весны этого года точно и наша ключевая задача тактическая среднестратегическая это экономическая эффективность того что у нас есть плюс есть вторая история мы видим что на рынке свободных локаций для развития стало сильно меньше чем это было там два или три года назад и соответственно появление новых локаций это чаще всего одно двух или трех летний процесс либо личной застройки на каком-то участке либо работа с партнерами по появлению какой-то недвижимости соответственно это в части масштабирование сети для нас притормаживает вот поэтому мы сфокусированы сейчас на эффективности того предложение которое мы даем нашему потребителю и соответственно деньги которые мы можем на этом заработать а по поводу вопроса там слияние поглощений рынок ритейла всегда в диалогах между собой на эту тему и когда-то эти диалоги иногда заканчиваются каким-то проектом и мы видим что они происходят постоянно в разной форме поэтому если в две стороны какая-то конфигурация проекта устраивает почему бы поэтому тут как бы от суммы до тюрьмы не зарекайся в данном случае мы как бы живые мы общаемся и ищем разные формы взаимодействия иногда они могут заканчиваться сделками они иногда не могут быть просто партнерством по каким-то коммерческими или некоммерческим проект ну к примеру там в рамках опять же того же союза независимых сетей мы активно обмениваемся опытом у нас есть там разные комиссии на разве сейчас как раз гости но у нас сейчас не таблиц не является членом союза независимых сетей это моя личная дружба с одним из топов сети мы как бы приветствуем гостей и вот нам сегодня пришли гости из краснодара на все таки стоп 3 не побоюсь сказать сети супермаркетов россии в части качества предложений да это очень интересный да вот а в рамках союза мы делимся опытом и на этом обмене опытом у нас иногда уже возникают и какие-то коммерческие проекты и они кстати опять же могут возникать и не только в рамках членов союза а тут как раз не просто так вы сказали про таблиц вот я в рамках союза независимых сетей курирую комиссию по внешнеэкономической деятельности и мы с таблицом пытались запустить но неудачно попали в к вид проект по объединению внешнеэкономической деятельности членами союза таблиц очень хорошая сеть но они небольшие вот им тяжело получить хорошую закупочную силу за границей и с нашей помощью совместно мы могли это реализовать я думаю что мы на 23 год будем перезапускать этот проект вот союзом с такой сетью как таблиц будем пробовать это делать и также внутри союза будем пробовать объединяться в закупках для того чтобы становиться эффективнее давать лучшее предложение потребителя и быть конкурентными на рынке из конструкции различных объединений коллаборации могут быть очень это будет продолжаться будет и будет продолжаться это рынок это жизнь еще раз говорю торговля это очень приличная доля ввп очень приличное количество занятых и при этом это очень живой организм очень очень искусно спасибо большое я очень рада была побывать у вас гостях и поговорить с вами очень рада вас видеть регулярно в спикерах на тех мероприятий которые организовывают что ж коллеги экспедиция побывала здесь хабаровские торговой сети амбар и спар дальний восток сергей действительно очень много ответил на мои вопросы не устаю радоваться тому каким образом мы какие вдохновенные 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 люди работают на локациях когда я встречаюсь с директорами магазинов они готовы с горящими глазами показать свои магазины рада что вы поддерживаете такой коллектив вдохновляете также заражаете заряжаете читайте изучайте те материалы которые мы создаем в рамках нашего проекта будем рады вас видеть среди участников телеграм-канала youtube канала retail.ru и делитесь с вашими коллегами и теми идеями которые вы на фоне наших материалов записали до встречи на новых видео на новых локациях и всего доброго